Аня, приветствую. У нас сегодня давно хотел юриста какого-нибудь к нам заманить, чтобы рассказал нам про авторское право. Вот сегодня у нас Аня Алексеева нам все расскажет о том, как сценаристом с этим быть. 50 минут ваш монолог, потом я задам вопросы. Я все время буду здесь, если что надо будет сказать. Хорошо, спасибо большое. Я могу же поделиться экраном, сделать слайды, чтобы было удобнее? Да, конечно. Демонстрация экрана подключена. Спасибо огромное. Сейчас тогда... А, у меня он тоже подключен даже на самом деле. Рассмотр демонстрации экрана. Есть. Так, сейчас. Все есть, мы уже видим. Сейчас, подождите минуточку, видите, чуть-чуть сейчас не то. Минутку, у меня что-то тут подвисло сейчас. Вот. И туда ушло. Вот. Все, я тогда начинаю, да? Да, да, да. Спасибо огромное. Александр, спасибо огромное, что позвали. Все, кто присоединился к нашему разговору, спасибо огромное, что присоединились. Рада очень поделиться с вами своим опытом. Его у меня больше 14 лет. Моя специализация – международные проекты с российским элементом. Неважно, производимые в России или производимые в других странах, но если есть какой-то российский элемент, какая-то группа российская или какой-то российский первоисточник или прокат в России, то это вот моя специализация. Я с этим работаю и работаю давно и постоянно. Вот. И сегодня хочу сосредоточиться. Во-первых, вот, хочу такую подводку коротенькую сделать, что, как сказать, презюмируется, что вроде как мы все, как только нам исполняется 18 лет, должны уже все знать, все уметь и все понимать, и в том числе защищать свои права. И точно понимать, как это все работает, и так как-то бегло и умело это все делать. Вот. Но на самом деле, конечно, ну, надо откуда-то эти знания взять. Вот. И я рада буду поделиться сегодня некоторыми аспектами, поскольку тема авторского права, и в частности авторского права для сценаристов, она очень многогранна и объемна, то я предлагаю за сегодняшние вот эти 50 минут, которые у нас будут, затронуть самую первую часть этого вопроса. Это, так скажем, понимание того, что же делают сценаристы, как это все охраняется и как это работает. Потому что еще есть огромная часть это структурирование отношений с заказчиками, и еще есть огромная часть это защита своих интересов в случае споров. Вот. Мы сегодня чуть-чуть тоже коснемся и вопроса споров, потому что, так или иначе, ну, вот этот вопрос того, как понимать, что же делает сценарист, и его какие-то самые первые действия на этапе создания сценария, они так или иначе все равно будут пересекаться с потенциальными какими-то спорами, потому что ради этого, ну, как бы, ради их минимизации и защиты своих интересов в случае какого-то спора и делается, собственно, все какое-то юридическое, юридическая защита, юридические действия. Вот. Значит, начнем вот с чего. Начнем с того, вот, собственно, с того, что вы создаете. То есть создается, понятно, что может создаваться вначале сценарийная заявка, или вы сами можете писать сценарий даже там, да, без заказа, просто сами вот вы хотите написать какой-то сценарий, или у вас есть собственный какой-то проект, вы планируете делать. И вот вы, собственно, вот создаете произведение. И с одной стороны, мы все понимаем, что самая ценность того, что создается, она вот в идее, в том, что человек хочет выгрозить, какую мысль он хочет донести, и, ну, вот в каких-то таких на кончиках пальцев, не знаю, ощутимых вещах. А с другой стороны, это очень эфемерно. И, соответственно, поскольку законодатель и вообще вся система права в любой стране работает с какими-то объективными фактами, потому что, опять же, в случае каких-то споров или в случае какого-то недопонимания, каких-то пояснений, каких-то договоренностей, ну, сложно зафиксировать что-то и сложно к чему-то отнестись вот на кончиках пальцев, потому что это все очень субъективно, и, ну, сложно этому дать какую-то более-менее объективную оценку. Поэтому законодательство почти всех стран мира охраняет именно форму, но не содержание, скажем так. Вот, и что значит форма в нашем случае? В нашем случае форма – это текст, то есть вот набор вот этих сложенных определенным образом букв. И именно вот эта последовательность этих слов, этих букв, она и охраняется, собственно говоря. Безусловно, охраняется не… То есть если, например, вы только начали писать какое-то произведение, или написали какой-то фрагмент этого произведения, или прописали какого-то персонажа, безусловно, то, что вы создаете даже фрагментарно, и, конечно, покуда это имеет какую-то выраженную форму, именно эта форма конкретная, она и будет охраняться. Но сейчас вот попробую пояснить чуть-чуть вот это вот, еще чуть-чуть попробовать пояснить про, что же значит эта форма, и чем она отличается, почему она так отличается от идеи, и что же имеется в виду. То есть вот есть конкретный текст, который вами написан, не имеет значения, какого он объема. И вот этот текст охраняется. Почему охраняется именно этот текст, а не ваша задумка этого текста? Потому что одна и та же задумка может быть реализована абсолютно разными способами, и абсолютно разную в итоге иметь… Ну, то есть разные произведения на основании, например, той же сценарной заявки, если в итоге возьмут ее и будут прорабатывать разные авторы, разный коллектив потом будет создавать фильм на основе сценария, созданный на основе этой сценарии заявки, то могут получиться абсолютно два диаметрально противоположных произведения с абсолютно разными акцентами, разными персонажами и абсолютно разные. Самый такой избитый пример, который постоянно приводим, но он очень иллюстративный. Это вот история с русалочкой. Вот есть русалочка Ганса Христиана Андерсона, и есть русалочка Ариэля Диснеевская. И вроде и там, и там история подводного… Ну, даже нет, подводный мир – это Ариэль. И там, и там история любви женщины с рыбьим хвостом к мужчине земноводному. Но, тем не менее, это две абсолютно разные истории, и нельзя говорить, что одна история вытекает из другой или базируется на другой, потому что в том числе русалочка – это вообще мифологический персонаж, ну, соответственно, мужчина-мужчина. То есть тут нет каких-то пересечений, ну, кроме вот таких каких-то абсолютно общих. Но, опять же, в основе, наверное, любой истории все равно так или иначе лежат какие-то более-менее общие понимания, понимания, там, не знаю, описано еще Шекспиром, Библией и тому подобное. И поэтому, конечно, вот эта вот история с охранноспособностью идеи, концепции, она вот именно, как-то скажем, виденья, она очень, ну, она нереализуема на практике. Именно поэтому охраняют форму, то есть охраняют тот текст, который вы сделали. То есть если берется текст и используется именно тот текст, который вы написали без вашего согласия, ну, и при условии, что то, когда вы, как вы его, ну, будем отталкиваться для простоты, чтобы не путаться с самого начала, что вот вы создали какое-то произведение, и уже готовое произведение предоставили права, ну, там, собираетесь предоставить кому-то права. И кто-то взял и использовал уже полностью вот ровно то, что вы взяли, там, не знаю, перепечатал, опубликовал в каких-то изданиях или, там, начал фильм на основе этого производить, то тут уже можно думать о какой-то защите. Вот. Но самое главное тут вопрос не смотреть с точки зрения, сразу смотреть с точки зрения какого-то спора потенциального, и что вас хотят обидеть, а тут больше важнее понять для самого себя. То есть когда я создаю что-то, я пишу, охраняется ровно вот тот текст, который я написала, а не та идея, которую я в этот текст закладываю, потому что разные люди, прочитав этот текст, могут составить совершенно разные точки зрения о том, что же я имел в виду, и на них разные впечатления все может произвести, разные акценты они могут расставить. Дальше есть такой очень важный момент, что охраняется не только сама совокупность текста, то есть от первой буквы до последней точки, но его составные части, то есть его фрагменты какие-то, я не знаю, главы, диалоги, какие-то, опять же, тоже сюжетные повороты, но сюжетные повороты прописаны, то есть, опять же, не то, что на кончиках пальцев ощущается, а то, что вот прямо прописано в тексте. И точно так же охраняется название и персонажи. Но со званиями персонажами я хотела чуть-чуть поподробнее остановиться, потому что это такой важный момент, что названия, они бывают какие-то суперуникальные и состоящие из каких-то, может быть, придуманных слов, например, человеком, а бывают абсолютно общеупотребимые. И, конечно, если название абсолютно общеупотребимо, и, например, условно, я просто, простите, если я буду совсем какие-то в тупую пример приводить, но просто они очень легкие и понимаемые. Например, там, не знаю, сценарий называется «Цветок», и выходит у другого совершенно человека, тоже выходит сценарий с названием «Цветок», или там фильм потом в итоге по этому сценарию создается с названием «Цветок». То есть, безусловно, если мы не говорим о том, что взяли и использовали именно ваш сценарий, а просто написали какой-то другой сценарий с названием «Цветок», то, безусловно, нельзя тут говорить о каком-то нарушении. Например, вот эта история с мумитролями, или, ну, да, не помню, к сожалению, полностью название книги, но, тем не менее, то есть это достаточно уникальная штука, это уникальные персонажи. Мы с вами сейчас тоже как раз от этого плавно перейдем к персонажам. И поэтому, естественно, что если вы используете это уникальное название в своем, то есть вы используете, вы, потому что, да, с персонажем так сильно пересекается. Но, ладно, в общем, если само по себе название, оно тоже охраноспособно. И то есть, соответственно, если вы каким-то образом вы назвали свой сценарий, назвали свое произведение, если оно обладает определенными уникальными характеристиками, то это тоже можно защищать, и тоже это может образовывать какое-то самостоятельное произведение. Дальше вот переходим к персонажу. Персонаж тоже точно так же. Тут вопрос прописанности и уникальности этого персонажа, который вы, собственно, создаете, и его узнаваемости. Потому что тут, ну, тут очень сильно, тут, как сказать, тут, когда мы думаем о защите этого всего и о том, а случилось ли какое-то нарушение наших прав или не случилось, тут надо понимать, что, как правило, вот те произведения, которые имеют какую-то визуальную составляющую, сценарий всегда, да, имеется какую-то визуальную составляющую. Но, по большому счету, и книги тоже, если они сопровождаются иллюстрациями, то вопрос в том, что является узнаваемым. Как бы прописанный вами персонаж или нарисованный, или там доснятый, или герой, там, например, взять там кавказскую пленницу, вот эта девушка с каре в клечатой рубашке в бриджах, то есть она именно таким образом была прописана в сценарии, то есть это просто вот, ну, скажем, точное воспроизведение текстовой версии, или все-таки там было просто прописано, что там, я не знаю, какая-то молодая очаровательная девушка, увлекающаяся там спортом, ведущая здоровый образ жизни, вот, а уже вот этот персонаж, он создан, собственно, и художником по костюмам, и режиссером, и там, ну, Натальи Варли нет, потому что у нее чуть-чуть другая охрана способность того, что она делает, вот, но тем не менее, то есть тут, поэтому вот когда, так скажем, вы пугаетесь, что вдруг ваши персонажи использовали, то тут, конечно, надо аккуратненько разбираться, а что же на самом деле в итоге было использовано, потому что тут тоже хороший вопрос, например, я когда готовилась, думала, там, маленький принц, то есть мы когда видим картинки маленького принца, да, вот эти иллюстрации, мы все понимаем, о чем идет речь, и что это за персонаж, и какого персонажа конкретно используют, откуда он очень узнаваемый, очень специфический, но при этом, когда мы читаем книгу маленького принца, ну, тут тоже еще, так скажем, не совсем чистота примера, потому что эти иллюстрации были же написаны самим же автором, и они сразу находились в оригинальной книге, но по большому счету, если мы уберем из книги иллюстрации и оставим только описание маленького принца, то, в принципе, ну, как бы любой другой иллюстратор может нарисовать какого-то маленького принца условно, потому что, опять же, тоже маленький принц, это очень, с одной стороны, уже ставшая, да, каким-то мемом, мемом персонаж, с другой стороны, любой человек королевской крови маленького возраста, он является маленьким принцем, собственно, и поэтому тут тоже такая очень тонкая грань, но в любом случае, мне кажется, это важно знать и важно понимать, вот когда ты что-то делаешь, важно понимать, что ты делаешь, и какой это имеет всю силу, в том числе юридическую, и на что можно обращать внимание, и чего пугаться, не пугаться, потому что понятно, что если что-то происходит, то надо все-таки правильнее идти к юристу и с ним это все прорабатывать, но, тем не менее, когда ты сам можешь что-то, ну, на что-то обратить внимание, мне кажется, это очень хорошо и очень важно, и только поможет в дальнейшей работе с юристом или, может быть, даже без юриста каком-то, собственной какой-то защите. Вот, дальше я хотела затронуть такую тему, как когда произведения создаются неоригинальные, то есть если вы создаете, вы, ну, да, делаете какую-то экранизацию, ремейк, что-то такое, или байопик. Начнем вот с экранизации, сиквела, приквела, ремейка и тому подобных вещей. Значит, важный очень момент, что использованием чужого произведения является не только то, что вы взяли и напечатали чужой сценарий, и там продаете его экземпляры, или там сняли фильм по чужому сценарию, или там по чужой книжке. Если вы взяли и взяли чужой сценарий, или взяли чужую книжку, и ее перерабатываете в свой сценарий, вот этот сам факт переработки, это уже тоже есть использование, на которое необходимо получать разрешение у правообладателя, если это произведение до сих пор еще охраняется законодательством. Безусловно, вы можете взять и что-то переработать себе в стол, назовем это так, но как только вы пытаетесь это использовать, неважно, каким образом, ваш переработанный, я имею в виду, сценарий, то есть вы взяли какую-то книжку, условно, переложили книжку 18 века, переложили ее на 21 век, и создали сценарий вот такой. И хотите его каким-то образом использовать, неважно, тиражировать, снимать фильм по нему, еще что-то, тут, ну, возникает проблема, потому что вы, получается, переработали без разрешения автора, и вы не имеете права результаты переработки использовать. Для того, чтобы это легально использовать, вам надо до того, как вы начнете перерабатывать, перерабатывать желательно до этого момента, приобрести, ну, как бы очистить права. Мы с вами на следующем слайде поговорим, как это происходит. Вот, но такой важный момент, что вот кажется, да, что, ну, я же возьму вот там какую-нибудь книжку, там, не знаю, начала прошлого века, и там уже она была опубликована больше, чем 70 лет назад, и наверняка на нее уже все истекло. Вот, но тут важный момент, что нужно аккуратно считать эти сроки, и для каждого произведения эти сроки надо считать самостоятельно, потому что базово сроки вот эти 70 лет, они рассчитываются не с момента публикации произведения, а с момента смерти автора этого произведения. То есть надо понять, когда он умер, и от этого момента отсчитать 70 лет. Но бывает ситуация, когда что-то издается, публикуется после смерти автора. Если это происходит, то, соответственно, эти 70 лет считаются не с момента смерти автора, А с момента первой публикации этого произведения. Если, например, произведение было опубликовано при жизни автора, но опубликовано анонимно, то, соответственно, как только эти 70 лет будут считаться с момента, когда стало известно, кто же действительно автор этого произведения. Дальше еще могут в российском законодательстве добавляться истории, что если автор работал во время Второй мировой войны, то там добавляется к 70 годам еще немного. И если автор был репрессирован, а потом реабилитирован, то 70 лет считаются с момента его реабилитации. Вот. И что я хочу сказать? И еще дополнительно к этому, если вдруг вы используете произведение иностранное в качестве первоисточника, то тут еще, безусловно, отдельно надо проанализировать, что же происходит с охранноспособностью в той стране, гражданином которой являлся этот автор. Потому что в некоторых странах есть еще дополнительное регулирование, оно, может быть, там не супершироко используется, но, тем не менее, оно периодически имеет место, когда есть, так скажем, уполномоченные организации, которые там работают с наследием автора, и им предоставляются полномочия по... Ну, как бы, так скажем, для них продлевается охранноспособность произведений. Чтобы пояснить, что имеется в виду, у нас вот так действуют музеи. То есть картины, которые находятся в музеях, вне зависимости от того, когда эти картины были созданы, когда умер художник этих картин, вы не можете брать эти картины и лепить на футболке или еще куда-то лепить без разрешения музея. То есть закон предоставляет вот эти, продлевает имущественные права для музеев. Вот. И то же самое иногда в некоторых странах происходит с каким-то наследием не только изобразительного искусства. Поэтому это надо аккуратненько все обязательно проверять. Вот. Дальше. Важный очень момент, что если вот вы решаете сами переработать... Ну, вот вас вдохновила какая-то история старинная или не старинная, неважно, чужая. И вы хотите ее переработать и сделать свой сценарий, потом ходить предлагать этот сценарий кому-то. То в этой ситуации, конечно, наверное, надо озаботиться очисткой прав. Потому что прежде чем ходить и предлагать этот сценарий, кому-то желательно, наверное, озаботиться вам самостоятельно очисткой прав на это произведение. Ну, то есть, да, получить согласие правообладателя, если таковые имеются, на переработку и на дальнейшее использование произведения, которое вы создали на основе другого произведения. Вот. Если вы это делаете по заказу, то есть вы договариваетесь с... Ну, вы, не знаю, с сценарной заявкой приходите, которая предполагает использовать чужого произведения в какую-то кинокомпанию или на вас выходит заказчик и вам предлагает такую штуку, то надо обязательно тоже с ним проговорить этот момент, что кто же будет очищать права на исходное произведение. Потому что если это не проговорить, это очень большая территория споров и с очень большим риском, что в итоге, поскольку вы создаете произведение, то вы и отвечаете за чистоту того, что вы создаете. Вот. Поэтому если вы очищать это не предполагаете или вы рассчитываете на мощность заказчика, надо обязательно с ним это прямо проговаривать. И опять же то же самое, что если вы приходите, например, с готовой какой-то вещью к кому-то, и это готовая вещь, созданная на основе чужого произведения, то надо, и вы рассчитываете на мощности заказчика, что они будут очищать это произведение, вами созданное у исходного правообладателя, то надо это тоже желательно прямо проговорить с тем, чтобы опять же избежать ситуации, что фильм выйдет, а в итоге будет запрещен к использованию и будет большая материальная ответственность перед правообладателями. и у создателей фильма, и у вас в конечном итоге. Вот. Второй момент – это биопик. То есть если вы вдохновлены чьей-то жизнью, какими-то событиями чьей-то жизни, и хотите про этого человека сделать сценарий, то тут есть такие моменты, что, безусловно, сама по себе жизнь, она не является объектом авторского права. Она, безусловно, не охраняется так же, как охраняются чужие произведения. Но в частной жизни любого человека есть свои аспекты, которые охраняются отдельно. И в частности, вот честь и достоинство – репутация. То есть когда вы пишете что-то про… Почему вот надо… Сделаю ремарку, потом перечислю с пояснениями вот все, что тут написано на слайде. Почему надо, если вы делаете какой-то биопик, обязательно согласовывать, ну, рекомендуется согласовывать его уже на этапе сценария, и дальнейшие какие-то материалы согласовывать, ну, или там продумывать, как строить это согласование. Но в любом случае не обходить этот вопрос либо с самим человеком, про которого вы пишете, либо с его родственниками, либо, опять же, с организациями, которые уполномочены охранять его наследие, потому что они тоже вот в части вот там чести, достоинства и тайны, они могут, ну, наделены тоже полномочиями по защите, собственно, чести и достоинства и вот этих моментов всех. Вот. И почему надо? Потому что закон охраняет честь, достоинство и репутацию. То есть, безусловно, если в вашем тексте есть какие-то щекотливые моменты, неоднозначные, которые там, ну, понятно, что хочется человека представить живым, и живой человек, он несовершенен, но, тем не менее, то есть по-разному можно, разные можно сделать акценты, и, главное, не обязательно вы можете хотеть сделать эти акценты, но эти акценты могут считываться совершенно, ну, помимо вашей воли. Вот. Это вот акцент, да, репутационный, честь и достоинство вот этих каких-то щекотливых моментов. Тайны частной жизни, опять же, тоже это и какие-то щекотливые моменты, я не знаю, там, условно, там, какая-то сексуальная ориентация, там, несколько семей одновременно, и там, подобные моменты. То есть масса может быть всего, что может затрагивать человека. С одной стороны, мы вроде понимаем, что это есть человеческая деликатность, и мы вроде не должны переступать каких-то черт. С другой стороны, мы создаем произведение, и нам хочется сделать его максимально, ну, да, вот как-то хочется вот поговорить о жизни, что ли, я не знаю, поговорить о чем-то серьезном. И поэтому, как обойтись без каких-то действительно серьезных вопросов и поднятия каких-то серьезных тем, в том числе, может быть, щекотливых тем. И вроде как, может быть, вы хотите такое поднять деликатно. Но тем не менее, сам факт того, что вы вторгаетесь на территорию частной жизни, опять же, там, тайны переписки, если, да, хотите какие-то использовать, ну, там, опубликованные письма, ладно, но есть, например, какие-то неопубликованные. Врачебная тайна, опять же, да, вот все, что касается, там, состояния здоровья человека. И его, безусловно, персональные данные. Ну, условно, я не знаю, там, где он живет, если это, там, человек, который живет до сих пор. Вот, и тому подобные какие-то вещи. Тут очень важный момент, что вот кажется, да, что я, например, беру информацию из интернета, и там, не знаю, из журналов, и, казалось бы, это уже и так опубликовано, и я, соответственно, могу это все использовать. Но тут тоже надо аккуратненько с этим, на самом деле, со всем работать, потому что, ну, как бы желтая пресса существовала всегда, да, и известно, и желтая пресса известна вторжениями в частную жизнь как раз, и нарушениями этих всех границ, и в том числе нарушениями границ врачебных тайн и прочего. И от того, что кто-то где-то когда-то написал, сказал, сфотографировал, но человек это не подтверждал, и нет никаких документов, это подтверждающих официально, вот, то, соответственно, ну, и нельзя говорить, что этот факт можно использовать как факт, без согласования, там, человека и его родственников. Вот, и поэтому тут надо очень тоже аккуратно, конечно, с этим быть, и очень аккуратно это выверять, и аккуратно согласовывать, вот. Дальше, следующий момент, вот как раз про согласие. Тут неважно, о чем мы говорим. Мы говорим, что про боёпик, если вы хотите согласовывать, да, вот, не авторское право, или мы говорим о произведении, которое вы хотите переработать. То есть любая работа начинается с того, чтобы найти правообладателя, найти родственника, найти уполномоченное лицо. Это можно делать, ну, самое простое, да, через интернет, через знакомых, ну, вот, как бы, любыми доступными способами эти люди ищутся, или там, лица. Если мы говорим о правообладателях, можно, это очень удобно делать через РАО, то есть вы пишете запрос в РАО, и они очень оперативно, очень хорошо, очень развернуто отвечают, все поясняют. Если у них есть контакты, они обязательно дают контакты. Иногда они дают контакты, ну, например, они, им там известно, что это находится, ну, там, не знаю, распоряжаются эти несколько лиц, у них есть контакт одного лица. Они вам дают обязательно этот контакт, вы дальше через этот контакт можете попробовать найти остальные контакты. Вот, но в любом случае, то есть вначале нужно найти этого человека или, там, эту компанию. Второй вопрос удостоверится, что действительно у этого человека и у этой компании есть права, разрешение, правомочие в том объеме, который вам необходим. То есть вы запрашиваете у этого лица документы, подтверждающие, что у него есть тот объем прав, который вам необходим, или что он там является, если мы говорим там про боепик, что он является родственником, там, этого человека, если человек уже умер. Вот, ну, соответственно, у полномоченное лицо точно так же надо обязательно запросить документы, подтверждающие, что действительно, ну, они у полномочены вот работать с этим наследием, там, охранять его и тому подобные вещи осуществлять. Вот, и это очень важный момент, потому что, безусловно, есть мошенники и есть люди, у которых не вся совокупность прав, которая вам нужна, и вам, соответственно, нужно будет дособирать эти права. Бывают произведения, на которые, ну, просто дедлоки существуют, что есть, например, контакты, ну, например, это бывает с наследием, как правило, что там было, не знаю, несколько детей или несколько семей, и нет никакого завещания, никакого распределения, и, соответственно, все унаследовали там дети равномерно, и там двое детей на связи, один конкретно занимается наследием и там все пытается охранять и разбираться, а один вообще отморозился, не знаю, живет на другом континенте, не выходит на связь и ничего не знает, ничего не хочет. И тут зона большого риска, то есть вы себе отдаете отчет, что если вы вступаете в отношения, ну, скажем, пытаетесь очистить права, не привлекая третьего наследника, что вы постоянно находитесь на пороховой бочке, потому что в любой момент тот наследник может захотеть все-таки защитить свои права и как правообладатель. Вот, и поэтому такой момент. Вот, поэтому, в общем, вот эта проверка, она архиважна, и это большая, ну, как бы большая, но очень важная работа, которую обязательно надо проводить. Она занимает время, потому что нужно, ну, как бы та сторона готовит документы, ваш юрист проверяет содержание этих документов, насколько точно все, что там прописано, оно отвечает ровно тому объему прав, который вам необходим. Вот, если что-то не хватает, то начинается, да, до запроса. Они должны как-то что-то, ну, разобраться, где у них это потерялось. Если у них этого нету, у них есть только частичка, и они, ну, там, прямо об этом говорят, или там не уходит на связь, понятно, что нету полного объема, то надо дальше продолжать поиск того, у кого оставшиеся части есть. То есть это хорошая, большая, серьезная, важная работа. Вот, дальше, когда вы все, вы нашли, вы удостоверились, проверили, да, действительно, вы имеете дело с тем человеком, с той компанией, которая действительно может вам предоставить право на согласие. Вы, вам надо согласовать условия, на которых вы будете сотрудничать, потому что, ну, надо, во-первых, точно согласовать объем того, что вы именно будете делать, и как вы это хотите использовать, и согласовать, на каких условиях они вам это предоставляют. Плюс обязательно согласовать, что если возникает вопрос, что особенно актуально с биопиком, Если они хотят согласовывать по мере работы с произведением версии этого произведения вплоть до финальной, то надо четко это все продумать и прописать, как вы это будете согласовывать, какой у них есть срок на ответ, что является да, что является нет, какие надлежащие адреса отправки и прочее. Потому что, чтобы вы в итоге не попали в ситуацию полного дедлока, когда, например, они вам не отвечают, а вам надо продолжать работать, а вы работать не можете просто потому, что они вам не отвечают. Или наоборот, они вам выкручивают постоянно руки и постоянно просят доправлять даже то, чего вроде кажется их совершенно не касается. Или, например, наоборот, по ходу дела меняют стоимость, меняют условия, выдвигают дополнительные какие-то требования. То есть, чем лучше вы подготовитесь, так скажем, на моменте этих переговоров и согласования условий, чем детальнее вы это все согласуете, тем вам дальше и проще будет работать. И дальше следующий этап, прежде чем приступать к работе, очень важный, очень тщательно, очень аккуратно все вот эти договоренности, как они есть, зафиксируют документы, эти документы подписать. Потому что от того, что вы о чем-то договорились, даже переписались по имейлам, мы, безусловно, сейчас еще с вами дойдем до вопросов имейлов, в конце там затронем. Но, тем не менее, все-таки вот к такого рода отношениям с очень большой натяжкой какие-то имейлы могут быть применимы. И еще вопрос в том, как вы этими имейлами перекидываетесь. Вот, но, тем не менее, поскольку это ваше, вы хотите использовать это произведение, и вы заинтересованы в том, чтобы оно было чистенькое, чтобы вы могли спокойно использовать и дальнейший фильм, созданный на основе этого сценария и прочее, то, ну, надо озаботиться тем, чтобы заранее вы точно понимали, что у вас все есть, все правильно прописано, и что вы гарантированно и можете себя защитить этим документом, и защитить как в процессе работы, так и после окончания этой работы. Вот, вот. Дальше какой вопрос мне хотелось обсудить? Вот, мне хотелось с вами обсудить такой вопрос, что что делать, если вы создаете произведение не один сценарий, да, работаете в коллектив каком-то, или с еще одним человеком. Тут есть такой момент, что то, что вы создаете совместно, оно является вашим совместным произведением. Вы совместно обладаете правами на него. И, соответственно, вы использовать это произведение можете только совместно. То есть, по большому счету, как бы, ну, вроде как, да, презумируется, что не может кто-то из вас один взять, пойти и продать ваш там совместно описанный сценарий какому-то заказчику. Но, с одной стороны, вроде как бы не может там, что вы должны вместе это делать, но при этом, если он все же это сделает, то вы не можете запретить такое использование без достаточных на то оснований. То есть, в принципе, если вас устраивают деньги, если у вас, ну, там, я не знаю, вы, не знаю, там, по, в принципе, готовы, ну, работать с этим заказчиком, работать над этим, ну, главное, наверное, тут даже больше всего будет по деньгам, потому что какие тут еще могут быть достаточные основания, ну, может быть, что вы каких-то рисков, да, не усматриваете в работе с этим заказчиком, имеется в виду, что он там добросовестный, что у вас там нет действительных оснований полагать, что он в итоге, ну, там, не будет создавать или создаст какое-то совсем не то произведение, на которое вы рассчитываете, то, в принципе, вы не можете запретить такое использование вашему соавтору, вот, но, как бы, важно, что это имеется в виду, что не он сам пошел, продал, или вы сами пошли, продали, себе взяли деньги и все, и забыли про вашего коллегу, нет, имеется в виду, что просто кто-то из вас может проявить инициативу, а другой, если, покуда нет каких-то действительно контраргументов, он не может сказать, зря ты проявил эту инициативу, я хочу, чтобы вечно наш сценарий лежал в столе, вот, вот, еще есть такой момент про то, что если произведение, бывает, что произведение только что вы создаете совместно, образует неразрывное целое, а бывает, что каждый создает какую-то свою часть, которая может быть использована отдельно, и, соответственно, если вы что-то создаете, вот, в общем этом сценарии, какую-то часть, которую вы можете использовать самостоятельно, она имеет самостоятельную ценность, то вы имеете право эту часть использовать, ну, самостоятельно, то есть не распоряжаться этим всем произведением, а вот этой частью конкретной вы можете распоряжать, ну, вы ее можете использовать, но при этом важный момент, что распоряжаться правами... Я прошу прощения, Ань, а у вас, вот, у вас есть презентация, и листаются какие-то слайды, или мы должны видеть только вот эту вот одну заглавную страницу? Я листаю, а у вас не листается? Нет, это у нас не... Вот я... Сейчас мне люди пишут, и я просто думал, что таков замысел, что мы видим только заглавный слайд. Нет, а что же делать? А как мне быть? Потому что я листаю, я уже на пятом слайде. А попробуйте, попробуйте выйти из презентации и зайти в нее снова, вот эту вот демонстрацию экрана, выйти из нее. Давайте сейчас попробуем. Я думал, я попытался здесь посмотреть, думал, может быть, у меня... Ой, как неловко. Я-то думаю, вы все видите, а вы... Нет, я думал, у меня просто здесь зависло, а люди пишут, что им тоже не видно. Сейчас, давайте, знаете, как попробуем. Сейчас мы перейдем по-другому на мой рабочий стол. Сейчас, момент. Мы сейчас вот так с вами сделаем. Сейчас вот видим слайд другой. Савторы, сейчас вижу савторы. Да, вот мы сейчас про них говорим. Как обидно, что было до этого только я, потому что там были слайды, все как раз падают. Ну, я, в принципе, вам как бы рассказывала содержание, потому что на слайде краткое только содержание, я вам рассказываю расширенно, но простите, пожалуйста, за этот баг. Ну, это, ребят, это я прошу прощения. Вы время на меня любовались. Была идея, чтобы вы смотрели на слайды, простите. Хорошо, да, идем дальше. Так, значит, дальше про распоряжение правом. Значит, смотрите, вот это вот использование, да, самостоятельное и распоряжение правом. То есть распоряжаться правом на сценарий общий, который вы создали совместно, вы можете только совместно. Соавторы могут совместно принимать решения, подписывать договор, придумывать, на каких условиях они предоставляют этот сценарий. То есть не может кто-то один продать именно права. То есть он может, да, с кем-то пойти договориться, и другой не может ему как бы запретить. Либо он может сам опубликовать, например, в интернете сценарий, и другой, опять же, без достаточных оснований не может ему это запретить. Но пойти и продавать сценарий, и зарабатывать на этом, ну, кому-то не то, что продавать, не важно зарабатывать, важно распоряжаться правами. То есть передавать кому-то права на произведение, которое вы создали совместно, один из вас, кто-то не может это делать без согласия другого. Вот, и деньги закон презумирует, что вы делите пополам. Но все, что я сказала сейчас выше про соавторов и их взаимоотношения, это все работает, покуда между соавторами нет соглашения. Имеется в виду письменно подписанного документа, как они распоряжаются произведением, как они делят деньги, как они его используют. Как только вы подписываете между собой эту бумагу, то, соответственно, это в преимущественную силу начинает иметь эта бумага, в которой вы прописываете, как вы хотите, чтобы делились между вами деньги, как вы хотите, кого вы наделяете правом распоряжаться вашим сценарием и правами на него. Может быть, вы как-то разделяете способы использования этого сценария между друг другом или территории, например, делите, что один продает на одной территории, другой на другой территории продает, ну, условно, например, или там по срокам как-то это может быть разделено. Тут уже зависит от того, как бы, ну, так скажем, от вашей какой-то бизнес-активности каждого из вас и желания что-то делать. Но, в принципе, просто я вам хочу рассказать, что есть такая опция, что вы, во-первых, вот я хотела рассказать, что вам дает закон, и, во-вторых, что закон дает возможность вам договориться между собой, как вы хотите использовать этот сценарий и, ну, подписать эту бумагу о том, как вы будете его использовать. И это тоже вариант, и им можно пользоваться, и есть сценаристы, которые этим пользуются. Так, следующий слайд. Перелистался сейчас слайд у вас? Видно, что сейчас для начала и другой совершенно? Или ничего, или опять ничего не видно? Есть, есть, все, перелистнулся. Все, супер. Так, и я хотела еще, поскольку вот уже время потихонечку, мне отведенное, подходит к концу, чтобы еще оставить время на вопросы, хочу вот еще что сказать. Важный момент такой, что, поскольку мы сейчас уделяем внимание тому, что вы делаете, вот когда вы там собираетесь писать сценарий, или вы его написали и думаете, что пойду его кому-то продавать, какие ваши действия, как вы можете себя подстраховать на этом этапе? Первый момент, что если вы понимаете, что для вас действительно этот сценарий важен, вы его как-то хотите использовать, вы на него возлагаете какие-то надежды, то не пожалейте времени, силы и в какой-то степени денег на то, чтобы зафиксировать, что на дату, когда вот вы его написали, что этот сценарий у вас уже есть, потому что все споры в авторском праве, о том, кто автор, не автор, кто создал, вы создавали для заказчика, или другой человек для него это создавал, они все, прежде всего, базируются на вопросе, у кого, скажем, у кого раньше это произведение оказалось на руках. И поэтому, соответственно, вам очень важно в момент, когда вы что-то написали, если вы это дальше как-то хотите использовать и хотите себя подстраховать, зафиксировать, что вот на эту конкретную дату, там, не знаю, 11 октября 2020 года у меня есть мой сценарий. Как я это могу сделать? Я могу самый простой, самый дешевый способ – это пойти и по почте себе отправить конверт на свое имя, заклеенный, и положить его, ну, то есть распечатать сценарий, вложить его в конверт, пойти на почту и отправить себе на собственный адрес этот конверт. И положить его, не расклеивать, просто вот у вас будет там со временем определенная кипа там этих конвертов. Это просто будет вот ваш архив произведений, которые вы создавали, и фиксация даты, на которые вы создавали. Можно вместо этого сходить к ближайшему нотариусу и заверить копию вашего сценария. Эффект тот же самый, то есть будет документ, заверенный, что вот на эту дату вот этот текст был уже у вас, поскольку вот эта копия у вас заверена. Либо вы можете сходить, в принципе, мне кажется, это может быть самый такой, ну, интересный способ. Можете сходить в ближайшую библиотеку и задепонировать свое произведение. То есть, ну, как бы, условно, у вас будет экземпляр вашего сценария, хранится там в этой библиотеке. Вот, можно уточнить, не буду сейчас вдаваться в подробности, как это делается, депонирование, потому что это техническая, достаточно, процедура, и можно вот в любой библиотеке, которая вам мела, прийти и узнать эту всю процедуру, как это сделать, они вам все подскажут, и вы просто можете ее пройти. Вот, это один момент очень важный, вот то, как, что на конкретную дату у вас уже это произведение было, как бы, раньше всех оно у вас появилось. Дальше второй очень важный момент. Опять же, с точки зрения какой-то потенциальных рисков оспаривания того, что вы, вот что-то, что это произведение ваше, что вы сейчас сразу можете сделать после того, как вот вы создали сценарий, пойти, вот, да, зафиксировать дату. Второе, что вы можете сделать, если вы начинаете с кем-то коммуникацию, отправляете кому-то сценарную заявку, отправляете какие-то фрагменты, что-то, вот, ну, да, ведете какой-то бизнес активный с тем, чтобы какую-то придать жизнь этому сценарию и как-то вот понять, как это дальше все реализовывать. Вы, когда ведете эту переписку, очень важно уделять внимание всем деталям вот той, как бы, ну, вот того пространства, в котором вы что-то пишете. То есть название письма, там, то, как вы обращаетесь к адресату, то, как вы именуете себя, то, как вы пишете, для чего вы предоставляете это, ознакомительный ли это фрагмент, не ознакомительный, опять же, тоже, там, в целях разового знакомства или просто вы ему пуляете какой-то файл, непонятно, кому там, малинка 99, налови, что это, зачем это, кому это, откуда это, и как бы, что с этим делать. Или вы пишете, вот, смотрите, типа, какой сценарий, направляем вам для использования, ну, условно, ну, то есть там, поскольку мы обычно, когда переписываемся, мы не думаем над формулировками, не думаем, мы как бы, мы, у нас есть в голове багаж нашей вот истории общения с этим конкретным человеком, которому мы пишем и отправляем свой сценарий или там его фрагменты или сценарную заявку, и мы, базируясь на этой, на этом как бы сценарии, на этом пути, мы просто что-то пуляем, может быть, что-то напишем. Вот, мы совершенно не думаем, как это выглядит со стороны, и как это может считываться потом. А на самом деле это часто играет очень существенную роль в защите последующих ваших интересов, если вдруг ваши права нарушаются, и вы хотите их защитить. Вот, и поэтому очень важно, очень аккуратно относиться к этим перепискам и максимально вот полно, так скажем, эти переписки вести. То есть если вы направляете сценарий, там, не знаю, сценарий на ознакомление, там, для принятия какого-то решения о потенциальном сотрудничестве, то, по идее, и там отправляете в какую-то кинокомпанию, то вы можете прям, во-первых, в шапке, ну, там, да, в названии письма прям так и написать, что там, потому что, опять же, тоже есть email какой-нибудь малинка 99, непонятно, кому вы отправляли, и потом никогда не докажете, что вы это отправляли, на самом деле, кинокомпании, там, мутобор, я не знаю, есть такая компания или нет, она назвала совершенно балдыни, хотела никого обидеть. Вот, то вы, соответственно, в селе письма пишете, что для разного ознакомления компании мутобор в продолжении переговоров о потенциальном сотрудничестве, ну, что-нибудь такое, или там о потенциальной работе над сценарием, или там над фильмом. То есть максимально, как сказать, четко и прямо выражать, действительно, зачем вы это пишете, как будто вы, как будто представляете, что на той стороне человек забыл, кто вы, что вы, о чем вы говорили, и вам надо еще раз это продублировать, не ленитесь это делать. И в названии письма, и в тексте письма обязательно прям максимально, опять же, особенно, если это адреса не корпоративные или корпоративные не того, как бы, домена, с которым вы на самом деле переписываетесь, такое тоже часто бывает, вот, то прямо не бойтесь прямо обращаться, писать там человеку, конкретно обращаться по имени, писать, что если этого направлять там для кого-то, конкретно писать там, Иванову, Петру, там, Петру Иванову, исполнительному продюсеру кинкомпании такой-то, передайте, пожалуйста, вот этот документ, мы снимаем там этот сценарий, мы с ним обсуждали, что он его просмотрит разово для того, чтобы оценить, насколько ему интересно со мной сотрудничать по этому проекту. Или там, опять же, там, он его просмотрит разово, я вот направляю это для разового просмотра, чтобы он там оценил, мог составить смету, я не знаю, там, предстоящего фильма. Ну, то есть максимально, как бы, с одной стороны, по-человечески, потому что, безусловно, вы с человеком на той стороне переписываетесь, его не надо пытаться запугивать какими-то формулировками, но при этом и не бояться его запугать одновременно формулировками, писать, как есть, потому что это в будущем будет ваша подстраховка, и это совершенно нормально прописывать. Даже человеку на той стороне, на самом деле, будет удобнее, если вы еще раз в этом письме сделаете какой-то summary, о чем вы договорились, для чего вы это конкретно человеку предоставляете, что он имеет право с этим делать, платно, бесплатно, особенно, если вдруг вы получали какие-то деньги, то есть надо очень аккуратно с этим, может быть, про деньги вообще лучше в эти переписки не писать, потому что я тут недаром сделала вот это NB, что, ну, как бы, совокупность вот этого цели использования, объекта вашего, то есть если у вас из переписки следует, зачем, как человек хочет использовать ваш сценарий, вы ему предоставили сценарий, еще не дай бог сопроводив какими-то словами, вот, пожалуйста, скачивай другу этот сценарий, и обсудили деньги, сказали, что вы деньги получили, то есть большая, очень большая, ну, как-то, скажем, есть риск того, что в итоге в случае какого-то спора суд может счесть, что вы дали согласие на использование своего сценария. Вот, и поэтому, что вот этих всех вещей избежать, с одной стороны, этих вещей, с другой стороны, избежать до того, что непонятно кому, что отправляли, и невозможно потом доказать, что вы туда это отправляли, или что вы именно с этими людьми пытались сотрудничать. Как можно более детально пишите имейлы, аккуратненько, прям вот просто держите в голове, что вам просто надо и себе, и человеку напомнить, о чем же вы договорились, и что же это такое вы отправляете ему, и зачем. Можете вот и марки ставить на сценарий, в этом тоже ничего нет плохого, и нет никакой ошибки, но, опять же, это вам поможет себя подстраховать. Вот, что я хотела еще сказать, мне кажется, на самом деле, что это все. Хотела только, да, упомянуть, что у меня скоро стартует юридический курс для креативной индустрии, мы будем очень подробно, если сейчас мы с вами поговорили про то, как, что делал в самом начале, я сейчас буду рада ответить на любые ваши вопросы и на вопросы Александра, то на курсе мы будем пять вечеров, поговорить с вами о том, как структурировать ваши отношения с заказчиком. Вот, спасибо большое за внимание. Ань, спасибо большое, очень интересно, очень ценно. Так, давайте отключим эту демонстрацию экрана, чтобы мы с вами были на весь экран. Сейчас, минуточку. Так, коллеги. Так, есть вопросы, читаю. Так, какие особенности работы продюсеров с авторами уже опубликованных произведений для съемки сериала? Какие ситуации могут быть, если продюсер хочет сменить автора? Ситуация может быть абсолютная масса. Может быть, если вы можете чуть-чуть рассказать, что конкретно вас беспокоит, я, может быть, могла бы более точечно вам ответить, потому что... Ну, на самом деле, не такая уж редкая ситуация. Вот мы вчера с продюсером обсуждали, с Катей Воскари, когда берется, допустим, есть проект, есть сценарист, есть или заявка, или уже там, скажем, написанный пилот. И дальше начинается, запускается процесс. Например, уже канал дал добро на сериал, и потом в этой ситуации что-то идет не так. Нередко бывают такие. И после этого автор говорит, так, ребят, окей, все, я ухожу, все, вы не имеете права мой проект больше трогать там, и так далее, и так далее. Либо, наоборот, продюсер говорит, так, чувак, ты не тянешь, все, иди отсюда, мы сейчас другого автора найдем. И как бы все расстаются взаимно недовольные друг другом. То есть у сценариста возникает ощущение, что как бы у него украли проект. Либо у продюсера тоже, я бывал просто и на той, и на другой стороне, да? И, допустим, когда ты продюсер проекта, и ты как бы, ну, уже у тебя там стоит в плане, у тебя договоренности с каналом, да? То есть ты не хочешь отношения портить. И тут тебе автор говорит, так, все, до свидания, я забираю все, что написано, вот вам обратно там 30 тысяч рублей за заявку, как бы, и все, до свидания. Вот как здесь это регулируется? Ну, смотрите, тут такой момент, что надо, мне кажется, что надо подходить к такой ситуации с драмой, в том смысле, что, да, безусловно, бывают конфликты, бывают разные ситуации, и их избежать нельзя, и задача юридических вот этих всех историй, она не в том, чтобы не допустить спора, потому что спор зависит от людей и от ситуации конкретно, а тем, чтобы защитить интересы во время спора. Если, как бы, здраво подходить к этой ситуации и говорить о защите интересов, то начнем вот, ну, ладно, обоюдно сейчас будем смотреть, что, смотрите, ну, как бы, канал, продюсер, кинокомпания, в любом случае, лицо, которое производит фильм, оно несет колоссальные затраты по этому производству, и в первую очередь заинтересован, при всем уважении к труду автора и к тому, что ему хочется быть выраженным, все-таки он, создавая сценарий по заказу, он выражает, ну, так скажем, он помогает другим людям создать их продукт, который они оплачивают, по которому они несут расходы, несут ответственность, еще кучу ответственности перед третьими лицами, не только перед автором и перед самим собой и собственным бюджетом. Вот, и поэтому, соответственно, безусловно, люди, создавая проект, они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы проект был создан такой, как хотят они, при всем, опять же, их уважении к творческим замыслам и вообще к личности каждого автора, которых они привлекают. Но, тем не менее, все-таки, ну, вот я хочу создать свой фильм, и мне важно, чтобы команда работала на мой результат, а не на каждый свой, при том, потому что каждая личность, и каждому хочет свое что-то выразить. Вот, но я несу огромные затраты на это, на все, и если что-то не получится, на меня это упадет, то есть я не отобью своих денег, в первую очередь, огромных совершенно, и не помогу отбить деньги, там, людям, которые в меня другие поверили. Вот, поэтому тут, в принципе, история с тем, что продюсеры в какой-то момент понимают, что им что-то не подходит, им надо что-то другое, и они, если, например, не могут договориться с автором, они не слышат друг друга, и только в процессе работы это стало понятно, потому что, а когда еще это может быть, ну, может стать понятно? Вот, то, безусловно, люди расстаются, вот, то, насколько они красиво расстаются, ну, с одной стороны, зависит от людей, с другой стороны, зависит от того, о чем мы договорились, и что в итоге зафиксировали в документах, потому что, безусловно, если продюсеры не забрали у сценариста права, и не подписали с ним договор до того, как он начал работать, то, естественно, они попадают в ситуацию, что сценарист уходит и забирает права, и они за ним бегут, ну, как бы, тут ничего с этим не поделаешь, вот, и в равной ситуации, что если сценарист не вступая в проект, например, не подумал о том, а что он может, ну, как бы, почему продюсерам, на каких, как бы, что он может попросить в такой ситуации, если вдруг его выгонят, и почему продюсерам должно быть интересно пойти навстречу ему в этих условиях, ну, соответственно, он попадает в ситуацию, что его просто выгоняют и на его место берут другого человека, то есть, не знаю, ответил на этот вопрос. Ну, мне кажется, что здесь есть такая штука, вот сценаристы, они считают, что договор это двигатель отношений, а на самом деле договор это фиксация отношений, то есть, вот вы о чем-то договорились, да, то есть, вот людям кажется, вот вы нам заключите договор, да, вот юристы или агенты, вот кто-то к нам придет, поможет заключить договор, который там решит все проблемы, на самом деле договор, мне кажется, не решит никаких проблем, да, то есть, Вы о чем-то договорились, и потом вы это зафиксировали на бумаге. Именно так, да. То есть сам по себе договор, если, не дай бог, вы ни о чем не договорились, но подписали какой-то договор, еще если оба это сделали не глядя, то вообще сорян, что там в этом договоре написано, не знает никто, и что в итоге он может вам принести, тоже не знает никто. То есть безусловно договор, его суть в том, что это просто бумажное выражение ваших договоренностей, и чем детальнее и подробнее вы договорились, тем, соответственно, детальнее и подробнее будет этот документ. Но, опять же, тоже детальнее и подробнее. Мы когда так говорим, кажется, ну, там, пойди договорись детальнее и подробнее, и вообще, что это такое. Но, по большому счету, это просто работа, когда вы думаете, почему другой стороне, на каких условиях ей будет интересно с вами работать, но таким образом, чтобы вам самому было интересно. И просто даже вы, ну, то есть, если вы не хотите начинать, хотя не работая с юристом, вы все равно рискуете, но даже если вы хотите рискнуть, хотя бы просто сядьте и спокойно подумайте из своего прошлого опыта везде, на всем, на чем вы обжигались, что для вас по-настоящему важно, что вы хотите действительно зафиксировать, на каких действительно условиях. Вот вы не просто абстрагируете, да я приду, там, на площадку разберемся, а прямо вот просто подумать, а если вот там, я не знаю, там будет какой-то конфликт творческий или что-то, или вам что-то не предоставят, даже тупую просто, я не знаю, там, рабочее место, как вы будете работать. То есть, если для вас это действительно важно, и это существенное, существенное условие для вас, то это имеет смысл обсудить с продюсерами и обсудить на берегу, когда вы оба горите проектом, когда вам интересно. Но, опять же, тоже обсуждать не с позиции, потому что часто такое бывает, что нам иногда кажется, что если у человека больше ресурсов, он нам чем-то обязан. Обязан создавать условия, обязан, вот как родители или как кто-то. На самом деле, никто никому ничем не обязан. Если вам что-то хочется, вы подумайте, как заинтересовать другого человека в том, чтобы ему тоже захотелось вам это дать. В чем его выгода давать вам это? Вот. И потом это просто зафиксировать обязательно на бумаге и подписать. Просто лучше, конечно, делать с юристом, чтобы правильные формулировки были, но если вы хотя бы даже от руки это напишите и подпишетесь с продюсером, ну, может быть, это хоть как-то, хоть чуть-чуть вас защитит. Ну, здесь, мне кажется, что надо еще немножко сценаристу понимать, как бы, что происходит на той стороне, да. То есть, ну, например, когда идет, то есть, по умолчанию считается, что все сценаристы бедные, все продюсеры миллионеры. Например, в ситуации, когда у продюсера еще нет заказа от канала, и он оплачивает, например, вам там, каким-то 300 тысяч за написание пилота платить, да, то он просто из своего кармана берет 300 тысяч, отнимает у своей семьи там и так далее, и так далее. Вот. И, ну, это немножко как-то и по-человечески тоже надо ценить. Да, да вообще, мне кажется, этот вот этот подход, ну, так скажем, из детства, он не работает. То есть, мы почему-то в нем все продолжаем жить и существовать, что нам кто-то, если что-то, ну, как бы, если у кого-то чего-то больше, то он просто по дефолту всем обязан. Но, на самом деле, это не так, он такой же, как и мы, по большому счету. И мы, на самом деле, на равных, даже если на той стороне человек орет, или он там не сдержанный, или хам, или еще что-то, то есть, это просто его способ защищать свои интересы. И, опять же, тоже это не значит, что вы плохой. То есть, если вам говорят, да мы тут студия, да вы что вообще, вы офигели свои условия диктовать, ну, просто надо взять паузу и подумать, как по-другому сказать все то же самое, чтобы они вас услышали. И просто подумать, в чем, опять же, еще раз подумать, в чем их выгода. Тогда им захочется вас слушать, если они начнут понимать, в чем их выгода. Вот, ну, то есть, это как бы другая сторона того, о чем говорили вы, что тут нету того, что с другой стороны обязательно все, все хотят кого-то обмануть, всем что-то, все не так, все богатые, и все обязательно, обиженная сторона, это именно тот, кто, ну, как бы, кого меньше, кто в меньшинстве. Так, вот, по поводу личных историй. А если сценарист сам наследник, но затрагивается жизнь других людей в том числе? Вот я бы здесь уточнил, на самом деле, по поводу прав. Вот, условно говоря, есть какое-то событие, там, отравление Навального. Вот я хочу написать сценарий про то, как отравили Навального. Или, там, условно говоря, была история Калоева. Весь мир знает, кто это такой, и там, и так далее, и так далее. Было снято кино. Платили ли кому-то за эти права? Понятия не имею. Во-первых, тут нет прав, если это история человека, тут нету, тут некому платить за права. Но надо согласовать с человеком или с его родственниками, если вы используете какие-то щекотливые, может быть, факты, или какие-то факты, касающиеся его, там, здоровья, что-то затрагивающее его репутацию, личную жизнь. То есть, ну, условно, ну, грубо говоря, я сейчас приведу такой пример, прям, ну, просто он очень иллюстративный. Если, например, вот вы снимаете, например, кино про какого-то, не знаю, там, ученого и про его научные достижения, публичные, да, вот он известен вот этим достижением, и вы снимаете с ним, вы берете какую-то хронику его и прочее, вообще нет никаких вопросов. Тем более, если вы берете легальную хронику, его изображение, то есть, ну, да, тут, правда, единственный момент, что использование его изображения, но, опять же, если это какая-то легальная хроника, но тут, возможно, надо, не знаю, надо вот отдельно это просматривать, наверное, в каждой ситуации по поводу изображения человека, что вы используете. По большому счету нет никаких вопросов. Но как только вы заходите на вот эти щекотливые все моменты, ну, то, что мы называем деликатностью, по большому счету, это, наверное, мне кажется, всем понятно, то тут уже вопрос, который может вылиться в то, что если вы не согласуете это с человеком или с его родственниками, вам просто запретят это использовать. Ну, вот сейчас история с фильмом Цой происходит ровно таким образом. Хорошо, Ань, огромное спасибо. Мне кажется, что это прям очень круто, очень ценно, очень контентно было. Друзья, большое спасибо за то, что слушали это выступление. Ань, спасибо за то, что пришла и рассказала об этом. И пока-пока. Спасибо огромное, что позвали, спасибо огромное, что послушали. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Счастливо. Спасибо большое.